Айо, ребята, всем привет, с вами Ганс и Detroit Become Human, Стань Человеком. В прошлой серии у нас Конор поймал лобом пулю, и, соответственно, также Закеру мы искали с маленькой девочкой с пиздючкой, где бы нам спрятаться от дождя и пережить. А сейчас у нас тут кто-то лежит, харей, мордой, лужа. Давайте смотреть. А пока поставь свой самый сочный лайк. Это кто у нас? Это Маркус? Прям аж немного Терминатора напоминает. Так, давай смотреть, окей. Звуковой процессор. Ага, видно, ошибочки. Так, здесь у нас что? Это то же самое, что ли? Нет, вот оно. Оптический блок. Нарушение зрения. Ага. Ищем еще. Вот здесь что-то мигает. Регулятор терюмного насоса. Это типа как оля сердца. Что еще тут у нас есть? Ну-ка, 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 ну-ка. Ноги сломаны. Ха-ха, нормально. Его вообще почти нету. Заменить ноги. Ха-ха. Интересно, интересно. Хорошая постанова. Его даже немного жалко. А когда его успели так разломать? Я что-то не понял. Это же Маркус. Ну-ка. Ну-ка. Давай брать. Так. Ну, это напоминает не совсем как Терминатора, а также еще был фильм Я Робот, где Уэлл Смит играл. Офигеть, а. Теперь нужна вторая нога. Просто, насколько я понял по трейлерам, Маркус стал каким-то а-ля одержимым. Тем, чтобы... Не подходят. Тем, чтобы дроны начали вести себя так же, как и люди. То есть были полные права, и не только были они как обслуживающий персонал. Теперь понятно его отчасти становление мотивации. И, кстати, возможно, ты заметил то, что качество звука моего голоса стал другим. Да-да-да, это именно так, потому что у меня пришел новый микрофон. Ну вот, и вторую ногу нашли. Так что теперь все видео будут с таким качеством звука. А, возможно, даже лучше. Когда я научусь им более... Управлять им более лучше. Просто управлять им лучше. Смотри-ка, он на нас смотрит. А со зрением проблемы. Сейчас, небось, этот нас за голову схватит. Да? Ага. Нормально. Это уже какой-то триллер начинается. Отчасти. Хоррор. Музыка такая нагнетающая. Все в таких потемках. Да офигеть, сколько их тут. Жесть. И причем они все еще до сих пор работают. А про них уже все забыли. Куда ты идешь? Домой. Подъем. Офигеть, это все из андроидов. Найти оптический блок. Найти регулятор насоса. Че еще? Ага. Понятно. Нашли мы. Так. Эти лапки для массажа спины. Это я понял. Ну-ка, давай осмотрим. Всяк, что-нибудь полезное может быть. Так. Это у нас что? Регулятор. Ага. Дальше. Глаз. Опять несовместим. Да что ж такое-то? Наверное, все модели просто старые. Хе-хе. Он подтягивается. Смотри, ползет наверх. Какой молодец, а? И не падает. Интересно, далеко он уползет или нет? Хе-хе. Ладно, идем дальше. Стоп. Что тут у нас? Опять несовместимость. Ноги такие ходят. А-а-а. Стилизирован уровень прикольно. Да вы надоели. Дайте мне мои запчасти. Ну, Маркуса, если честно, даже жалко. Ну, серьезно. Нет, убивать я никого не буду. Я говорю, Маркуса жалко. Не показали даже, как он именно здесь оказался. Понятное дело то, что его сюда забросили. Так как, типа, а-ля, неисправная машина. Хе-хе. Нормально, засиськи лапает. Конечно, совместимость хорошая. Стой. Не надо, пожалуйста. Я хочу жить. Блин, а вот это вот... Ладно. Пощадим. Я же сказал, никого убивать не будем. Пошли дальше. Ищем. Найдем. Все, что нам нужно. Стоп. О, берем. Это нам пригодится. Все, слух наладился. Ух. Наладился. Какой шумный дождик. Так. Теперь нам на самом деле желательно бы найти зрение. Чтоб вот это размытие пропало. Во. А вот и зрение. Ха-ха-ха. Отлично. Привет. Я Android AK700. Создан служить вам. Жду ваших приказов. Так ты живой, да? Привет. Я Android AK700. Да не, он не живой. Не было варианта убить. Или оставить живым. Обратитесь в ближайший центр поддержки Киберлайн. Спасибо, пожалуйста. Ну, ну. Зрение в порядке? Ха-ха. Теперь глаза цветом разные. Как у Индиго. Так. Теперь давай искать насос. Вон он, наверное. Где-то здесь. Да, он самый. Да? Потому что когда глаза у тебя нормальны, тебе проще все найти. Они же могут одним взглядом все санализировать. Ну, блин. Перекинься. Быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Вставляйте. Вставляй уже. Вот и отлично. Нормальный такой режим выживания. По вот этому или по вот этому? По вот этому. Главное дело, они так все ползти пытаются. Но у них только руки. Ног-то нету. А это тяжелее. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Подтягивайся. Сразу такая героическая музыка. Восстаем из пепла. Давай, Маркус. Смотри-ка, он уже восстановился. Нет белых пятен. Камень. Что ты хочешь сделать? Я что-то не совсем понимаю. А-а-а. То есть теперь его не будут люди замечать? Фига он. Голова. Блин. Интересно. То есть его теперь многие будут считать за человека. Мое имя, Маркус. Мое имя, Бэтмен. Такой плащ, как Дэвил Марк Райбрэн. Данте. Кстати, скоро новый ДМС выходит. Да-да. Но здесь разворот событий был только вот этот один. Финальный именно. Можно было только убить еще двух андроидов, но мы это делать не стали. Нашли другой способ себя восстановить. Ладно, идем дальше. Оба! Его ж убили. Разыскать Аманду. Нифига тут какая красотенюшка. Ты посмотри, а. Хотел бы здесь затусить? Я бы, да. Пойдем через мостик вот этот пройдем. Так, в какую сторону? Ага, она как раз там и есть. Стоп! У нас же Коннор застрелили. Но у меня были надежды на то, что его восстановят. Для того, чтобы добыть ту самую информацию, которую он вытащил из головы. Того Девианта. Да, это она. Ну сейчас я немножко полюбуюсь. С окрестностями. Блин, реально четко. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Твой предшественник был, к сожалению, уничтожен. Да, Девианты непредсказуемы, но все же и он был слишком беспечен. Надеюсь, ты не повторишь этой ошибки. Неповторим. Ни в коем случае. При уничтожении Коннора, его память копируется на другой носитель. Но часть данных может быть потеряна. Так что будь осторожен. Так будет лучше для тебя и для расследования. Я понимаю. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? После насилия со стороны хозяина, андроид демонстрировал признаки посттравматического синдрома, как будто ему переписали программу. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о Девиантах. Что ты о нем думаешь? Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Дружба. Я постараюсь наладить с ним дружеские отношения. Если добьюсь его доверия, это поможет расследовать. Почему-то ей это не понравилось. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасные. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Еще бы. Вы можете на меня положиться. Продолжи расследование предыдущего Коннора и выясни, в чем дело. Предыдущего Коннора. Так это звучит странно. Торопись, Коннор. Времени мало. Это место что-то наподобие сна охотника. Как в Бладборне. А наверное бы игра бы, если мы бы не умерли, начиналось бы сразу отсюда. Так, еще раз. Давайте узнавать. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсуну. Вы авторизованы? Да. Надеюсь. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Где этот стол? Это значит, нам нужно пройти дальше вот сюда что? Этот робот мог вообще всех положить. Но не положил уже. Ой, блин, нифига себе. Это мне типа все столы нужно обойти, я посмотрю. Вы что, серьезно? А как? А, вот. Как там его звали? Лейтенант Андерсон. Ага. Вилсон. Фиск. А у этого вообще его нету. Стоп. Вот еще один. Вот он. Простите. В какое время обычно приходит лейтенант Андерс? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полу. Спасибо. Обнадежили. Ну-ка, сидим. Подождем. Почитаем журнальчик. Послушаем музычку. Ну. А зачем мы тогда садились? Что за бред, а? Зачем? Груш, послушаем музычку. Агрессивная музычка. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило. Нам перезвонить не обещаю. Нажрался, небось, как всегда, и спит. Короче. Лейтенант Андерсон. Это Конор. Андроид из компании Киберлайф. Я жду вас в офисе. Уже почти 12. Ну-ка-ч-ка. Остается теперь выяснить. Он за, против андроидов. Как раз есть время собрать всю нужную нам информацию. Ну, понятное дело, то, что он пончики любит. Это стереотип. Уже. Так, а это что за дерево? Угу. Все, Хэнк. Так, еще осталось три улики. Угу. Он, небось, в этом баре сейчас и сидит. Или сидел. Это волосы собаки. Так. Ух, сколько тут всего-то, а? Полиция Детройта поймала дилеров Красного Льда. Более 50 арестов во всей стране. Полиция нанесла сокрушительный удар по охватившей город эпидемии Красного Льда. За решеткой оказалось сразу несколько крупных распространителей и поставщиков. А партия изъятых наркотиков оценивается на сумму в офигеть, в 500 тысяч баксов. Считается, что ключевую роль в этой операции, на подготовку которой потребовалось несколько месяцев, сыграл детектив Хэнк Андерсон. Молодой, но весьма талантливый сотрудник полицейского управления Детройта. Окрушной прокурор назвал проведенную детективом Андерсоном и его коллегами операцию образцом качественной полицейской работы. Отлично. Так, еще две, да, у нас статьи осталось? Стоп, а это что значит? А, все, не, ничего. Детектив Андерсон повышен до лейтенанта. Самый молодой лейтенант в полиции Детройта, лейтенант Хэнк Андерсон. Один из самых прославленных сотрудников полицейского управления Детройта. На его счету несколько крупных аресов и среди коллег он пользуется заслуженным уважением. Капитан Фаулер заявил, что новое звание следовало присвоить уже давно. По его словам, Андерсон один из самых талантливых людей, с кем ему когда-то либо приходилось работать. Свежеиспеченному лейтенанту прочат быстрое продвижение по службе и, вероятно, должность комиссара. Блин, это хорошая перспектива на самом деле на этой должности. В Детройте изъята рекордная партия красного льда. Почти тонна красного льда обнаружена в корабельном трюме по итогам долгого расследования, проведенного лейтенантом Андерсом из полиции Детройта. Вот, понятно. Что ж он забухал-то, интересно. Если у него такая хорошая карьера была. Боже, тебе же вчера башку прострелили. Мой предшественник был, увы, уничтожен. Но его память переписали на другой носитель, это я. Тот инцидент не повлияет на ход расследования. О, господи. Хэнк, иди-ка сюда. Может, это новая форма красного льда? Пойти и послушать. Че нам тут осматриваться-то? Нам-то главное задание. Надеюсь, мы отношения с ним не испортим, тем самым. Мне на стол валится по десять дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу. Ты лучший. Да я ни хера не знаю об андроидах. Я знаю. Я едва могу телефон свой настроить. Мы все перегружены, и я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребанными андроидами. Вот ты испихиваешь на меня! Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарника, уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать. Не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно. Я сделаю вид, что не слышал. Чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Да, значит, он за революцию. Против андроида. Либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делал за революцию. Короче, против андроидов. Там же у него плакат за поставки висел. Че ж он такой нервный-то, а? У меня нет уверенности, что лейтенант Андерсон наилучшая кандидатура для этого дела. Так, еще не хватало, чтобы робот учил меня что делать. А ну пошел вон отсюда. Хорошего дня, капитан. Я думал, он сейчас что-то про Андерсона спросит. А не скажет, что он не подходит. Блин. Вот тоже, как вот знать, какой вариант ответ ответить, если ты думаешь об одном, а игра делает другое. Так. Давайте его искать. Так. А, вот он сидит. Чего его тут искать-то? Угу. Понимающе. Прагматично, конструктивно. Понимаю, уничтожение моего предшественника могло быть для вас неприятным эпизодом. Я сделаю все возможное, чтобы этого не повторилось. Давайте позитивно ответим. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Ща психанет. Не, я не психанул. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. О! Значит, напарники. А где это досье в компьютере? Да? Так, собака. Ха-ха, собака тут при чем? Баскетбол, музыка, презрение к андроидам. Давайте все посмотрим. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачьей шерсти. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе это что? Наверное, психанет. Зря про собаку спросил. Сумо. А, не, не зря. Сумо зовут. Просто мне кажется, это было преждевременно. Ну да ладно. Так, баскетбол, музыка. Баскетбол. Уже был с улыбкой, но отношения пошли на нет. Ну, падла. Вы слушаете рыцарей черной смерти? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь heavy metal? Такой вопрос. Не то, чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Ну, вот этот вопрос, который сейчас последний, да? Презирение к андроидам. Зато это расставит точки над И. Поэтому, думаю, стоит задать его. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня. Да. Есть одна. Расскажи. Не расскажет. Ладно. Фаулер это кто у нас? Вы давно знаете капитана Фаулера? Да. Слишком. Хотел спросить. Вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Ладно. Приступаем к работе. Я думал, он взбесится. Я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Ну окей. Давай смотреть. Опаньки. Пропал. Так. Происшествие. Исчезновение. Жертва Гордона Лопес. Дженнифер Лопес. Так, отчет составил идентифицированный номер. Дело ведет лейтенант Андерсон. Открыто. Так. Потерпевший утверждает, что оставил андроида дома, как обычно, и пошел на работу. Возвращение он обнаружил, что андроид отсутствует. Следы взлома отсутствуют. Возможно, андроид покинул квартиру без соответствующего распоряжения. Потерпевший утверждает, что на него напал андроид модели та-та-та-та-та, работавший официантом в сетевом ресторане «Быстрые хот-доги», расположенном по адресу Чемберленд Авеню 842. По словам потерпевшего, андроид неожиданно набросился на него и попытался задушить, а затем скрылся. В настоящий момент местонахождение андроида неизвестно. Так, это уже третье, а сколько их всего? Потерпевший утверждает, что на него напал ее андроид модели R700. Кстати, такая же, как была в самом начале игры. Андроид также устроил погром в нескольких комнатах, после чего покинул дом. Опа-ньки, это что за моделька? Потерпевший менеджер клуба Rite сообщил о необъяснимом исчезновении секс-андроида. Понятно, почему моделька. Модели VR400. Указанный андроид сопроводил клиента домой и не вернулся в клуб. Давай просканируем и посмотрим, что здесь. Блин, ты их дохера и больше. Ты видишь, какой там список был большой? 243! Прикинь, если мы сейчас бы это все читали. И быстро разошлось по всей стране. Вчера модель AX400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Ну, идем, бородатый. О, господи. Давай работать, хорош. Похмелем отсиживаться. Знаю, вы не рады, что вам поручили это расследование. Но вы же профессионал и... А давай ты уже пойдешь нахер. А давай тебе по морде хрестану разик. Меня назначили выполнять расследование. А не сидите ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривенделе. Хорошо. Что-то у нас не получается с ним наладить теперь отношения. Хм, прошлому Конору везло больше. Ах, ладно, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, мы с ним все-таки сдружимся. Потому что работать всегда лучше тогда, когда... Узнать напарника, ачивка получена. Потому что лучше всегда работать в хороших отношениях, чем в негативных. Так, а сейчас, небось, будем играть за Кэру. Или Кора. Кэра, наверное. Да. Интересно, тут события разворачиваются. Но ты на самом деле думаешь, что сказать, чтобы... ...развить отношения с напарником нормально. Или с любым другим персонажем. То есть просто так ты это не оставляешь. Если вы помните, на втором этаже мы заметили руку ванной. Это, скорее всего, труп. Подъем. Представьте, дня тут получше, кстати, не так... ...не так мрачно. Но я в том плане, то что... ...мне казалось, это место более бомжачным, чем сейчас. Так, окей, давай искать доски. Так, журнал. Я сам сейчас читать не буду, как всегда, пролистаю вам страницы. Блин, офигеть, они даже животных воссоздали. Шоколадка так все и лежит с кусачками. Так, вот они, доски. А где наш маньяк? Он мне чем-то, кстати, поведением Кассиди напоминает. Который Клетус. Из Человека-Паука. Игровой Автомат. Миленькая. Так, стоп. Тот у нас... ...бомж находился вот в этой комнате. Нет, смотри-ка, нету. А здесь у нас что? Погоди. Мертвая птица, что ли? Или это андроид? Нет, мертвая птица. Блин, что-то меня все-таки это место как-то настораживает. И чьи-то часы? И почему он это здесь хранит? Положить, не трогай. Просто, если он заметит, что мы сперли его деньги, мы его спровоцируем однозначно. Ну вот та самая, кажется, ошибка РА-9, или как она была? Р... РА-9. Опаньки. Это он? Ну да. Вот и думай, да, вот это манекен или это реально олень, засунутый во что? Я не знаю. Стиральная машина или что это такое? Посудомоечная машина. Так, журнал мы уже смотрели. Пойдем поднимемся наверх. Я думаю, теперь при свете дня мы сможем осмотреться нормально. Ну, сейчас что-нибудь найдем. А вон там нет ничего в корзине? Походу, дела нет. Никак я не могу до конца горла вылечить. Меня это уже, если честно, подвешивает. Эта комната закрыта. Вон она-то, рука, вон, 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 вон она. Почему нельзя посмотреть? Ну-ка, вот здесь вон дырка есть. И в ней никак, в нее даже не заглянешь. А, не. Там человек лежит, кажется. Ну, как минимум он в одежде. Какая-то коричневая куртка. Странно, странно. Здесь пусто. А где мы вещи-то возьмем? В этой комнате. Вон ящик какой-то. Но он пустой. Тут все пусто. А вот и куртка. Эх, не показывают. Самого интересного. Она тебе велика немного. Ну, постричь волосы, это, скорее всего, как раз ванной. Там как раз ножницы были и зеркало. Ну, да. Так и есть. Сами себя будем стричь. Давай прям модельную стрижку забубеним. Какой-нибудь ирокезик. А, кстати, интересно. Реально, у андроида волосы растут? Хе-хе-хе-хе. Антерно-мальчишку похоже. На юнца. Новый цвет волос. Светлые, белые, черные. Даже так. Ну, светлые это, наверное, прям вообще белые-белые, наверное. Точнее, а, нет, 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 нет. Давай черный сделаем. Ммм, красивый переливается. Давай посмотрим остальные, ладно. Света-тарусы, скорее всего. И белые это именно как пепельные, да? Не, мне кажется, черный лучше всего ей. Ну, да. Давай черные. О, и она решила его вырвать у себя. Молодец, а. А-а-а-а, это ж офигеть. Ну да, теперь никто не заподозрит то, что она... ...андроид. Но Конору, я думаю, это делать не придется. Ну, кто тут лежит? Дайте мне посмотреть. Ну, это ж оч... А-а-а, во! Это ж очевидно. Это вообще бомж какой-то. А, это были джинсы, это была не куртка Давай обратно его закроем, пожалуйста Надо, короче, отсюда сваливать Сто процентов О, Конор приехал Патрульные сейчас спрашивают по округе, может кто что видел Хорошо, если что найду, дайте мне знать Дождь так, по коже, прикольно стекает Без понятия Сейчас мы будем играть за Конора снова Молодец какой Офигеть И это все еще девочка ведет Охренеть Ну блин, не кошек же Или кто это Хомяк, крыса, бобер Ну давай, наверное, сначала мы подыграем, чтобы его не провоцировать Так-то лучше Ральф очень старался найти хорошую еду для маленькой Ну хотя бы заботливой Но то, что у него крыша поехала, это ему мешает делать все нормально и адекватно Сейчас Будет вкусно Это сочное мясо Сочное Сочное Папа, мама и дочка Что делать? Я не хочу это есть Что говоришь? Она сказала, что не хочет Блин Но может ей не угодил Может К чему получше привыкла Но Ральф Очень старался И она будет есть Я думал не ему ответить А Алисе Ё-моё Ааа Понятное дело, что это его спровоцировало бы Ешь Офигеть Я думал, она ей ответит Не ори С ножом-то в руке, конечно, таким смелым быть Ешь Там наверху труп Ты ведь убил человека Нет Он подскользнулся Нет, Ральф его уже таким нашел Ты убил человека Нет смысла лгать Ненавидишь людей Я сам такой же Ты убийца Ральф же не хотел Нож бросил Нет Просто Ральф иногда злится Я заметил А когда он злится Он сам не знает, что делает Становится глупой Импульсивный И очень злой Простите его Ральф хотел быть другом Так отпусти нас Есть кто-нибудь Тишина На ограде голубая кровь Сюда приходил другой андроид Но явно Не наша Это кровь Так Здесь нету 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 Ну мы-то уже знаем Куда идти Главному входу Можно вон В окошке Посмотреть Они как раз Где-то здесь сидят Так Погоди-ка Пока в дверь Мы не пойдем Здесь С этой стороны Тоже никаких вариантов нет Да, значит В дверь Постучимся Пипец у него Он весь сдерганный Не бойся Я тебя не трону Давай его быстренько осмотрим Ну блин, посмотри VR600 Так, где еще улики? Ага Он на грани срыва Что еще? Щека? Да, щека Уровень стресса 57 Я ищу модель АХ400 Видел такую? Ральф не видел Тут вроде бы все Смотреть больше нечего Ага То есть он стрессует Тогда, когда я подхожу туда Наверх В доме есть другие андроиды А другие? Нет Что только То есть есть вариант отсюда уйти Например, да? Погоди-ка Не употребляет пищу или пиццу? На ограде голубая кровь Сюда приходил другой андроид Это Ральф поцарапался Это кровь Ральфа Мы можем уйти? Нет Нет, не можем Значит, пошли наверх С ним как-то повзаимодействовать можно? Нет Значит, идем наверх Он как раз стрессует Когда мы подходим к лестнице Причем, капец Он стрессует А кто наверху? Никто Никого нет Горнер Ты чего там застрял, а? Иду, лейтенант Точно? Или все-таки вон ту комнату проверить? Та самая ошибка Он сейчас это должен заметить Блин, вот я хочу, если честно Подняться наверх Ну вот смотри Тут все логично Еда Это раз Костер Зачем ему тепло? Мы-то тем более Сами понимаем То, что здесь Уже что-то неладное Потом вон Шоколадка, да, лежит Да? Мы его посмотреть можем? Вот это все И складывается к этому Ладно, пошли наверх А, нельзя Смотри Ладно Значит, мы идем на выход И скорее всего Сейчас с детективом Как раз мы Ты поверни-то камеру Пожалуйста А что делать-то надо? Я не понял В смысле? Так тут же больше Ничего сделать нельзя Или что-то я не Не понимаю В комнату больше Войти нельзя Наверх подняться Тоже нельзя А, нужно было Дождаться его прихода В смысле нет Нет, ее Здесь нет Но Я тебе сразу Так и сказал Пошли отсюда Огонь Еда Проволока А, они были А, они были Под лестницей Ну, смотря Он нас не сдал Спасибо Защищай маленькую Не отдавай ее людям Я не знаю Я не знаю Я не знаю Можно было ее найти Или нет Потому что Ну, блин Других никаких В реакции действий Не было Беги Не дошло Окей Надеюсь Это будет Хороший разворот Событий В дальнейшем А на этом Пока будем Заканчивая Ссылочка на Плейлисты И паблик Вконтакте Будут в описании Подписывайся Не забудь поставить Сочный лайк А также Рассказывай Своим друзьям И не забывай Жмякать на колокольчик Будешь знать О выходе новых серий Самым первым Спасибо за просмотр До скорых встреч Пока-пока